друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал деревенский дневник очень многодетной мамы и канал мать-героиня мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей напоминаю вам о том что у меня появился телеграм-канал ссылочку на него я обязательно закреплю в комментариях ну а также своих хороших и добрых зрителей я хочу поблагодарить за ваши лайки за ваши подписки за ваши хорошие добрые веселые интересные комментарии ребятки огромное вам спасибо за вашу поддержку это конечно же очень важно ну что мои хорошие опять 25 снова здорово мыло мочало начиная сначала поберуха в очередной раз честно я уже это видеть не могу в трамканале опять показывает свою варю и задает вопрос на кого похожа на маму или на папу боже большего бреда своей жизни мне кажется я не слышал но какая разница к чертовой матери на кого она похожа и потом опять же сколько людей столько и мнений понятное дело что ребенок похож либо на маму либо на папу да как правила да опять же с возрастом все может измениться да в детстве мог быть ребенок похож на папу потом больше похож на маму и никто что как говорится в этой ситуации увидит ребят ну вот одно и то же одно и то же видимо тем да у лёльки нет никаких вот ей нечего снимать она как всегда снимает варю хайпует на варю выкладывает варю и вот муссирует эту тему папа мама папа мама папа мама папа мама папа мама создавая активность ну нельзя же выложить нормальный какой-то полноценный ролик да что-то какую-то интересную информацию нет с этой варе теперь носится как списанной торбой на кого похожа вот лучше бы она варе занималась как ребенком да это был бы другой момент вот тогда бы можно было бы сказать какая молодец мама да так с ребенком занимается да хотя как бы это обязанность мамы но в любом случае но друзья мои а мы с вами перейдем к некоторым интересным моментом которые были на лёльки на последнем стриме вы знаете мне так понравилось когда она сказала следующее муж может дать мне деньги да вот будущий муж мой жених может мне дать денежки там и на брови и на маникюр и на педикюр но говорит просто я хочу чтобы мои зрители меня так поздравили со свадьбой о как как говорится да здравствуй попа новый год друзья мои а мы-то и не знали представляете а я всегда считала что ну да поздравляет поздравляет с днем свадьбы да это все понятно но опять же как правило а получается следующее то есть вы приглашаете гостей да заранее приглашаете гостей на свадьбу на такое торжественное ответственное мероприятие которое бывает не каждый год хотя опять же друзья мои да у кого-то может быть и каждый год как говорится да у всех по-разному у кого-то возможно есть такая традиция жениться постоянно да каждый живет так как считает нужным но в любом случае если ты ждешь по как ты можешь ждать да то есть ты приглашаешь людей на свадьбу тогда да они к тебе приходят и как правило да ну как как правило всегда люди дарят подарки но если ты не приглашаешь людей а ведь лёлька сказала что на моей свадьбе будут исключительно только свои только мы нашей семьей мы с нашими детьми и больше никто в таком случае друзья мои у меня вопрос на засыпку к лёльке поберухи какого черта если она не собирается приглашать своих зрителей на свою свадебку то какого черта она ждет от этих зрителей сейчас подарков мол я жду чтобы мои зрители поздравили меня со свадьбы люблю я что они обязаны я ж acho только на этом стриме сказала о том что никто никому ничего не должен они свободные люди мои зрители да и тут же говорит а я жду подарков да да я жду подарков ни вас приглашать не собираюсь вообще говорить никому ничего не собираюсь жениха показывать не собираюсь а подарков жду они пошла бы ты лёля знаешь сказать Туда, как говорится, вот в ту самую пятую точку. Далее, ребят, был интересный момент. Ей там написали в чате. Давай, давай, говорит, плодись дальше, плоди детей дальше. На что поберуха, как всегда, как ненормальная, начала орать. Да, я буду плодить, а ты давай, давай, на аборты убивай детей. Боже мой, сколько можно. Слушайте, я вот этих вот калекуш слушаю, вот этих вот овечек. И у меня просто, знаете, я просто не понимаю, что они несут. Это, знаете, опять какие-то крайности. Либо белое, либо черное. Либо аборты, либо рожаем. Боже мой, вы че чеканутые, Лёль? Ты ненормальная, 21 век на дворе. Очнись, ты не в каменном веке живешь, да? Чтобы не понимать, что есть способы, да, которые помогают предохраняться. Опять же, мне интересно. Давай, Лёлечка, я пройдусь по твоим детям. По твоей старшей тройке игроков, которые теперь все уже совершеннолетние. Федя живет с девушкой уже давным-давно. Она что-то, ну, они живут полноценной взрослой жизнью. Это понятно. Он со своей девушкой живет. Так вот, да, вместе они там живут, не вместе. Но то, что они живут взрослой жизнью, вы понимаете, я говорю о кексе. Это понятно абсолютно любому, естественно. Так вот, Лёль, я так понимаю, девушка еще от Феди не рожала. Девушка не рожает, девушка не беременеет. Получается, что, судя по твоей логике, она делает аборты. Правильно? Правильно. Да, друзья мои. Но давайте тогда показывать на Лёлькиных примерах. На примерах Лёлькиных детей. Но она же говорит, что либо рожаешь, либо аборты. То есть, получается, она не предохраняется, а они с Федей убивают своих детей. Нерожденных. Правильно получается? Правильно. У Лёшки картошки то же самое. Он там уже поменял несколько девчонок, да. А у Женьки кормящие медалистки, друзья мои, которые тоже уже вовсю там ездила, оставалась с ночевками у своего там молодого человека, туда-сюда. Сейчас они вроде как там собрались вместе там или уже съехались, или не съехались, не суть важна. Живут они полноценной взрослой жизнью. Я что-то тоже не вижу, чтобы Женька была беременна или кого-то родила за это время, да. За то время, пока она живет взрослой полноценной жизнью с кексом. То есть, по нему получается, раз они не рожают, вот это первая тройка игроков, да, а они и их вот эти вот вторые половины не рожают детей, значит, они делают аборты, как Лёлька говорит, убивают своих детей. Правильно ли? Мы так понимаем, да? Но я думаю, ты так больше поймешь, поскольку, поскольку как бы на собственной шкуре, ты знаешь, оно понимается намного быстрее, намного проще. Ну, вот как-то так получается по жизни. Далее, друзья мои, ей пишут, Оля, ты очень красивая девочка. В этот момент, друзья мои, мне стало прям смешно. Так и захотелось сказать, господи ты, боже мой, нацепи на себя какие-нибудь окуляры, да, ну или возьми лупу, да, если очки уже не помогают, или сходи в конце концов к окулисту, может быть, тебе поможет назвать ее красивой девочкой. Ну, я не знаю, конечно, в каком месте, да, из какого ракурса. Может быть, конечно же, мы смотрим какую-то не ту Олю, а вот та Оля какая-то для них красивая девочка, друзья мои, представляете? Далее на вопросы. Давно ли она знает своего будущего мужа? Она сказала, да, да, знаю давно, но уверена, что мы будем еще долго, еще пару лет узнавать друг друга. Да, Лёлька, это сто процентов. Хотя с Женькой Б вы узнавали друг друга еще дольше. Десять лет вы жили вместе, собственно, и только под конец ты поняла, да, как она говорила, что вот я, я понимала, туда-сюда, но закрывала глаза, но при всем при этом семеро детей Женьки Б как с куста просто родила. Про Шурика. Про Шурика сказала, что отец он хороший, да, мы уже поняли, что просто для Вари делает абсолютно все, но, говорит, как мужчина он меня не устраивает в том смысле, что с ним не жизнь, а одни сплошные мучения, да. Обратите внимание, поберуха опять вот себя любимую, да, всячески обеляет. Я, мол, такая, я святая, я сама простота, я вот такая вот золотая, прекрасная и так далее, а вот мужички-то мне все попадаются, ну, до нити. Далее, далее на вопрос, друзья мои, приняли ли Лёлькины дети мужчину будущего мужа? Она говорит, ну да, как бы, говорит, да. Так сначала слегка, немножечко замялась, говорит, ну да, у меня, говорит, дети очень коммуникабельные. Они, говорит, хорошо относятся к тем, кто хорошо относится к ним. Как интересно. Вы знаете, вот как интересно, друзья мои, да, опять же. Я думаю, что здесь Лёлька тоже соврала, ну, ей, собственно, соврать, как говорится, как воды напиться. Я помню прекрасно тот самый момент, когда она, даже не думав, что получится из этого стрима, из этого, так скажем, откровения Лёшки-картошки, помните, она позвала Лёшку, да, они с Лёшкой сидели вместе на стриме, и она задала Лёшке вопрос, а как ты относишься к Шурику, да, вот как, что ты можешь о нём сказать. И вот тогда Лёшка начал говорить, что этот мужчина точно не для жизни, не тот этот человек. И Лёлька начала его всячески, да нет, да ты не так понимаешь, да ни туда, ни сюда, да мы потом, говорит, с Лёшей провели беседу, Лёша всё-таки понял. Нет, Лёша-то правильно сказал то, что чувствовал и видел он. Но в этот момент Лёлька не готова была открывать глаза на Шурика, и Лёльке, конечно же, этот момент не понравился. Она-то задавала вопрос своему старшему сыну, ну, не самому старшему, но одному из первой тройки игроков, да, Лёшке-картошке, в надежде на то, что тот начнёт расхваливать Шурика, мол, прекрасный, мама, мы все счастливы, мы прям, мы прям так счастливы, так счастливы, что ты притащила очередного там какого-то Альфонса в наш дом, да, который пытается их ещё и строить при всём при этом. Но не тут-то было, Лёшка открыл рот и начал говорить то, что он думает про Шурика. Поэтому, а здесь кто что будет говорить? Яков маленький, Матрона, Настя, конечно же, они рта не откроют, Даня тоже не откроют, Саша, она всегда маме в рот заглядывает, старшие дети, их мнение уже давным-давно Лёльку не колышет. Собственно, как и мнение всех остальных других детей, но они против Лёльки даже не вякнут, потому что они ещё слишком малы, чтобы вообще как-то влиять на ту или иную ситуацию. И в этой семье Лёлька выглядит таким, я бы сказала, деспотичным, да, всё-таки товарищем, который всех, вот, ну, моё мнение, что она подавляет своих детей, да, то есть она в случае чего может детей прям так построить и очень-очень серьёзно. Спросили, а Гриша что у вас делает? Она говорит, а продолжает, говорит, строить. Ребят, только буквально несколько дней тому назад рассказывала о том, что ничего, стройка, стройки нет, ничего не строим. Помните, она сказала, что никакой стройки нет, ничего не строим, потому что на стройку нет денег, все деньги уходят там на Уфас, на Суды, на туда-насюда. Потом на следующий день показывает Гриху, помните, с дробилкой-то, да, многие ещё тогда не поняли и подумали, что раз она ему выкает, это не Гриха. Хотя бы это была копия вылитой Гриха, да, и в профиль, и так, и сяк, и наперекосяк. Так, как говорится. Я ещё тогда сказала, говорю, нифига себе, говорю, а поутру они проснулись, да, то есть вчера она болтала про то, что, а Грише нет, ремонт, да, стройку не на что делать и так далее. Грише нет, Гриша уехал, уехал там, значит, на вахту, там уехал там, ну не на вахту, на работу, там его с руками и с ногами, он такой специалист, тут бац, на следующий день демонстрирует нам Гришу. А здесь уже говорит, да, да, он опять продолжил стройку. Как интересно, ну-ну, верим-верим, конечно же, в кавычках. Ну, и опять начала нести вот этот вот бред про Козлодоева, ей пишут, боже, а чем же думает Маша? Некоторые поверили в то, что её избранником, друзья мои, будет Козлодоев. Слушайте, ну, если бы только они замутили вот эту какую-то, да, так скажем, вот эту вот историю, да, вот эти вот сказочки ради хайпа, да не будет никаким её избранником Козлодоев, он никакого отношения к ней вообще даже близко не имеет. Понятное дело, Козлодоева этого не допустит, это понятно и дураку. Но Лёлькины вот эти вот обожатели, которые верят ей безоговорочно, пишут, боже мой, как Маша, говорит, допустила того, что, допустила тот самый момент, что вы сходитесь типа с её мужем. Я, честно, ребят, в шоке. Вот, знаете, хочется спросить, Господи, что они смотрят, как они смотрят? Ну, как вот можно смотреть и верить человеку, который говорит, да, я вообще никого не покажу, да, я вообще никого показывать не буду, да, да, будет, да, мужика не покажу, мужа нового не покажу, это не покажу, это не покажу, это не скажу и так далее. Но дайте мне, да, я жду подарков, денег на свадьбу. Она обращается к людям, которых она даже близко на свадьбу не приглашала. И показывать она им тоже, и доказывать ничего не собирается. Очень интересно. Ребят, вот такой у меня получился обзор, продолжение следует. Пишите, что вы думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии. Всех целую, обнимаю, всем пока-пока и, конечно же, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok